Ну давайте, включайте музыку и мы погнали. Таланты погнали на драму. Весеннему фестивалю дали старт только в конце осени. И то организаторы до последнего не знали, разрешит ли Роспотребнадзор открыть кулисы. В первый конкурсный день в 8 утра пришел ответ. Пустить на сцену педагогического университета артистов разрешили. Мы соблюдаем все меры безопасности и стараемся, чтобы эпидемиологическая остановка была в порядке. Все меры соблюдены, фестиваль проходит без зрителей. У нас будут члены жюри, как видите, за большим залом за моей спиной. Жюри будет рассажено по всему залу, поэтому контактировать мы друг с другом толком не будем. Свободные места есть, но зрителей все равно не пустят. В традициях 2020-го все события онлайн. Пока сцена тоже пуста, но в отличие от зрительного зала, она чуть позже будет занята. Займут ее молодые артисты и творческие коллективы из Ульяновска, Самары и даже Новосибирска. Соседи давно знают про фестиваль и, соскучившись по театральной жизни, направили заявку на участие. Если говорить об участниках, то они очень разношерстные. Здесь будут демонстрироваться какие-то авангардные находки. Например, тот же самый спектакль из Новосибирска по Ивану Варипаеву или перформанс Дмитрия Шацкого. До каких-то классических вещей. Например, Евгений Красинников готовит монолог НКВДшника. Тот, что заставляет вас мечтать о вещах, которых у вас никогда не будет. О вечно лазурных небесах, о неизменно соблазнительных красотках, об идеальном счастье подкрашенном фотошопе. Утром репетиция, вечером выступление. В зале жюри зрители у экранов. Трансляцию драмы обещают показать в официальной группе фестиваля. Формат непривычный, ощущения все те же. Волнение перед выступлением свойственно каждому артисту. Ты в состоянии нерешительности. Вот это состояние нерешительности, замедленности движения при выходе из-за кулисы должен показать. То есть выходишь уже, вроде бы идешь, но в любой момент ты можешь повернуться, развернуться, уйти домой. Как угодно не любят. Я делам не поверю. Потому что слово было. Кадры с альтернативной драмы, которую проводили весной, творчество хотелось на самоизоляции. Особенно такую возможность дали даже в сложный период. Тогда конкурсантов страшила только камера. Теперь им предстоит лично выступить перед жюри. Три дня с 26 по 28 ноября проявить талант и понравиться зрителям. Дистанционно, конечно. Маргарита Мутишинская, Геннадий Бухтояров, репортер 73.